В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! В нашей студии сегодня епископ Наринмарской и Мизенской епархии Владыка Иаков и директор средней школы номер один имени Спирихина Юрий Канев. Не так давно вышла книга «Курить или не курить?». Она издана благословением Преосвященного Иакова, епископа Наринмарского и Мизенского. И речь пойдет о профилактике вредных привычек среди молодежи, роли семьи и школы в данной проблеме. Владыка, что вас подвигло к изданию в данной книге? Ну это же принцип неизменный всего бытия вообще христианской культуры и, конечно же, церкви и тех, кого мы называем учителями жизни. Это необходимость каждому из нас сеять разумное, доброе, вечное. К этому каждый из нас призван. И каждый родитель, и папа, и мама, и школа, каждый преподаватель. И, конечно же, церковь, где средоточием осмысления и передачи этого колоссального опыта является личный пример и, безусловно, знания, которые могут помочь людям, вступающим во взрослую жизнь или так или иначе, рано или поздно, которые сделают этот шаг, безусловно, понять, какие соблазны, будем называть вещи своими именами, какие опасности грозят в земной жизни, исполненной и треволнений, и действительно непростых ситуаций, ну и действительно соблазнов. Достаточно, мы сейчас находимся на телевидении, достаточно включить любой канал. К сожалению, не исключением являются и первые каналы государственного телевидения. И мы увидим там отнюдь неблагостные примеры в большинстве случаев. Я, например, очень люблю смотреть «Жди меня» программу. Она пробуждает такие глубокие человеческие чувства. Ну, а на остальных каналах и не других программах, без исключения убийства, насилия, обманы, взятки, люди как будто забыли, что руководствоваться нужно неприключенческим интересом. Хотя, ведь когда-то и настоящая классическая литература была построена на этом. Я помню свое детство. Майн Ритт, Джек Лондон. Воспитание лучших качеств преодоления трудностей должно быть примером. Икранизация, в том числе телевизора. И, конечно же, книги. Вот сейчас мы сталкиваемся с той ситуацией, когда как будто для абсолютного большинства людей и наших детей становится нереальной, не то чтобы неактуальной, а нереальной фразой, которую мы все не просто слышали и знаем всем лучшим. Мы обязаны книге. Вот поэтому нас и побуждает действовать словом, потому что нет ничего сильнее слова. А когда мы обретаем это пособие, которое соединяет в себе настоящее познание, стремление к добру, плюс опыт многих людей, вот не случайно в этой книге первые страницы посвящены рассказу Василия Ланового о том, как он бросил курить. На меня это большое впечатление произвело. Ну, я, наверное, еще скажу, как вообще эта рукопись попала ко мне и насколько все это в жизни бывает интересным и не случайным, если только мы не проходим мимо. Юрий Александрович, у меня вот вопрос к Вам. Какова роль именно школы и семьи, чтобы дети вообще читали, чтобы они именно добрые, вечные, из книг брали, а не откуда-то? Ну, в общем, с того, что с курением, да, давайте очень коротко скажу, что вот проблема курения, вот она сегодня, да, если сказать честно, ведь не секрет, что на предшествующие лет 10-15 шла активная такая работа по пропаганде здорового образа жизни. Она, кстати, сыграла свою роль. Современная молодежь, она все-таки здоровее, то есть чем предшествующие поколения, они уделяют больше внимания здоровую, они занимаются спортом, практически все без исключения. Они, кстати говоря, курить стали меньше, то есть с точки зрения курения, как курение. Вот, но ведь все у нас очень хитро построено. Появилось новое поколение курильщиков, они курят не сигареты, и не папиросы уже, и не трубки, а курят они вейпы, так называемые, да, вот к ним вдал бы в голову, что это не вредно, что там нет никотина. И молодежь, в общем, ну, если это не вредно, почему не попробовать? И вот это новое поколение вот этих вот молодых людей, которые дымят там такими непонятными штуками, оно появилось. То есть в этом отношении вот искоренить это не так просто, казалось бы, да, вот повторяю, что много было сил потрачено для того, чтобы, естественно, наше поколение, молодежи стало более здоровым, но вот опять же, хитрые люди нашли способ, как обмануть молодежь, отчасти говоря. Хотя, я повторяю, что многие все-таки понимают, что даже это вредно, и это вредно действительно. Вот, а роль школы, конечно, в том отношении, что мы берем на себя, отчасти говоря, функцию контроля, когда мы проводим работу. Мы, в общем, проводим работу по оздоровлению, мы проводим классные часы, у нас проводятся всяческие мероприятия. И, конечно, курение, ну, так, в общем, жестко преследуется на территории школы, в общем, за пределами ее. Хотя, опять же, сейчас возникает вопрос, когда ребенок курит, откуда он берет деньги? То есть, откуда он берет деньги для того, чтобы покупать те же самые, там, сигареты, вейпы и так далее, они стоят денег не маленьких. То есть, в общем, курение – это не самое дешевое удовольствие при всем при том. Поэтому всегда мы связываемся с семьей для того, чтобы поставить ответственность в том, что вот такой факт имеет место быть. Вот, поэтому, действительно, искоренение проблемы курения, она, наверное, перспектив все равно будет. Потому что, я повторюсь, что курить стали меньше, это я, честно говоря, я вижу и по детям, я имею в виду, сравнить с 90-е годы и начала 2000-х, и вот нынешние поколения. Курить стали меньше, и, в общем, как-то уже, наверное, это не стало такой страшной проблемой. Но при всем при том, есть другие вредные привычки, это и наркомания, и употребление алкоголя. То есть, в этом отношении у нас фронт борьбы всегда был немаленький в этих вопросах. Вот, говоря о роли семьи, мы, конечно, понимаем, что роль семьи очень велика. Потому что без семьи, ну, вообще трудно построить любую работу. И, вот, к сожалению, опять же, мы не так давно проходили тему, скажем так, института семьи. Ведь не секрет, что института семьи тоже сейчас находится в тяжелом кризисе. То есть, мы видим, что в мире идет пропаганда неполых семей, идет пропаганда однополых семей и тому подобных семей. Которые, в общем, семьи, по своей сути, не являются. И, в общем, отчасти говоря, это, конечно, тоже проблема сегодняшнего дня. То есть, опять же, не секрет, что в России всегда была такая очень тяжелая статистика по тем же самым разводам. То есть, в этом отношении количество разводов, ну, как там, очень близко к количеству браков. То есть, распад браков очень высок. То есть, вот, когда я говорю своими учащимися, особенно выпускниками, а мы уже поднимаем серьезные вопросы, это ребята уже возраста 17-18 лет. Мы серьезно, я им все серьезно говорю о том, что, ребята, когда вы планируете свой брак, а это произойдет какие-то ближайшие годы, там, 3-4-5-6 лет, вы должны быть это осознанно. Потому что, ну, вот, развод — это травма не только для вас, но и для тех детей, которые останутся в браке. Поэтому, ну, вот я стараюсь как-то объяснять. Я надеюсь, они это понимают, потому что действительно вот эта проблема, скажем так, семейного воспитания, она сегодня существует. Она сегодня существует. Не секрет, что многие родители, ну, им проще дать ребенку гаджет и забыть о нем. Он сидит там, что-то играет, во что он играет, непонятно. Вот, что там у него говорят эти люди в этих гаджетах, тоже не всегда понятно. Вот, но вроде он чем-то занят и не мешает. Ну, это тоже проблема сегодняшнего дня. Причем проблема очень острая. Дети уходят в гаджеты, и книга, им становится, ну, скажем так, трудно восприимчива. Даже прочитать небольшую книгу, им становится проблемно. Как я, вот, я честно говорю, ребята, что много букв, да, они говорят, много букв тяжело. Потому что усвоение информации требует усилия. И для того, чтобы прочитать книгу, нужно, ну, заставить себя. Но вот это, к сожалению, тоже проблема дня сегодняшнего. Владыка, вот понятно, что с точки зрения здоровья, да, курение вредно. А вот с точки зрения духовности, чем вредны вот эти привычки? Ну, вы знаете, когда я еще был студентом университета и общался с студентами семинарии, академии, приезжал в Сергиев Посад, тогда это еще был Загорск, я уже тогда думал, в чем же суть этого феномента, как явление современной культуры, если говорить максимально широко. И никто настоящего ответа мне не дал. Я понимаю, что самые простые вещи, они являются в том же, в то же самое время и самыми трудными. Ну, зачем далеко ходить? Вот что человек, почему люди друг друга любят? Ну, ведь не телесная красота. Возьмите обложку модного журнала. Человек может быть совершенным по формам, а это не соответствует содержанию абсолютно. И что тогда? Тогда получается то, что мы также видим в этой хронике скандалов и всех прочих дел. Человек клюет на внешность, как рыба на приманку. Обманывается, не находит смысла в этих отношениях. И все это идет бесконечной чередой. Значит, что-то другое. Видите, как все простое на самом деле является безусловно и безмерно глубоким. Так и в этой истории, которая для меня, ну, я фактически каждую экспедицию и встречаюсь с людьми интересными, потому что на самом деле полярники в особых условиях живут, существуют. Там, если ты не будешь, твоя душа не будет занята сугубой работой, это трудно вынести, между прочим. У меня отец был в Антарктической экспедиции в 1976-1977 году. Вот я помню его рассказы. И общаясь с многими полярниками, которых я обрел, как и друзей в свое время, которые работали они вместе с моим отцом и знали друг друга, я с удивлением это, конечно, и радостью обнаружил. А за время своего служения здесь, на Крайнем Севере, экспедициях, и на Северные полюсы, и на землю Франца Иосифа, и в Ледовитом океане, я убеждаюсь, что время и сосредоточенность, которые дает экспедиция, побуждает людей на серьезный труд. Вот я никогда не забуду свое впечатление. Это было действительно глубокое изымление, когда я зашел в... Мы снимали... Это была экспедиция большая, занявшая месяц целый. Мы сделали две фактические кругосветки по Ледовитому океану, по большому кругу, еще раз. Искали льдину, на которой можно было бы высадить полярную станцию, дрейфующую Северный полюс 40-й. Была трудная задача, но перед этим нужно было снять СП, станцию СП-39. И вот я захожу в Болок, домик, вернее, это не Болок, это у нас здесь называют Болками. А если вы скажете полярнику, это Болок, даже обидится, потому что это домики. Но, наверное, это правильно, потому что люди живут на льдине, под тобой четыре с лишним километра, это льди наколется, и вот пристанище, которое мы называем таким проникновенным словом «дом», очень много значит. Они на месяц, иногда на год, иногда больше, смотря какая льдина, если это вообще ледовый остров, может быть, несколько сезонов дрейфа она совершает. Есть глубокий смысл в том, что место своего пребывания, жизни, трудов на льдине полярники называют даже не домом, а домиком, таким ласкательным словом. И вот я захожу в этот домик дизелиста, дизелиста, а что такое дизелиста? Это круглосуточное дежурство, потому что электричество по обеспечению жизненными всеми функциями зависит от электричества. Там керосинку не разожжешь. Дизель работает, дает всему энергию электрическую. И вот я захожу, идеальная, конечно, обустроенность, там десятки инструментов всяких, потому что там магазинов нет, ты не купишь, надо быть готовым ко всему на все случаи жизни, в любой момент, мгновение. И вдруг я на столе вижу толстенный том Освальда Шпенглера «Закат Европы». Дизелист, да кто человек? Это человек технический, читал во время своей зимовки, размышлял, может быть, что-то и писал над этим колоссальным трудом, который рожден был человеком, жившим, имевшим в своем распоряжении и библиотеки европейские, и общение с учеными, и другие условия вообще жизни. И вот даже то, я, к сожалению, не смог сделать снимок, потому что за бортом, за дверьми было, значит, за 30, сразу мгновенно запотевала камера. Несколько раз пытался, но там белесая пелена, и все в кадре. Потому что мгновенно запечатлялся, а там плюс все-таки, заходишь и мгновенно, тем более стекло и металл, камера, сразу же появляется конденсат. Так я не смог это запечатлеть, но в памяти моей это запечатлелось навсегда. И вот таких случаев достаточно много. И появление этой книги тоже из разряда вот этих удивительных, обретенних полярных экспедиций. Потому что я эту рукопись, которая потом стала книгой, сейчас я многим ее уже вручил и подарил, и слава богу, что департамент образования отозвался с таким глубоким пониманием, что здесь нужно нам вместе это добро творить, нести, ну, детям, потому что самое лучшее в этой жизни – это дети. Не какие-то достижения, не полет в космос, это дети. А вот достучаться до сердца ребенка может быть и гораздо труднее, чем полететь в космос, между прочим. Особенно если знать то наследие, которое оставил Константин Эдуардович Циолковский. Если внимательно посмотреть на его дневники и познакомиться, то становится не по себе, между прочим. От некритичного усвоения этих лозунгов «полетим», «прилетим» и так далее. Поэтому в жизни многие вещи, которые мы усвоили по критерию веры, они требуют проверки. И вот когда я в письменном столе в каюте главного врача этого ледокола, огромного, водоизмещение 25 тысяч тонн, длина этого корабля, судна, ледокола 156 метров, колоссальное произведение технического гения человеческого и наших корабль-лебостроителей, а от киля до антенны, до конца мачты 70 с лишним метров. Представляете, что это такое грандиозное? Но когда на вертолете летишь, и вдруг видишь маленькую оранжевую точку посреди этих льдов, и понимаешь, как все это непросто. И когда ледокол встречает тяжелые льды, эта махина 25 тысяч тонн сотрясается, как коробка картонная. Ну и вот я, обретя вот эту рукопись, вдруг обнаружил в ней, наверное, плоды таких же размышлений, когда человек подолгу оставался и с собой, размышлял о каких-то вещах, личной жизни, того, что происходит с людьми, с миром. Наверное, это и легло в основу вот того, что сейчас мы имеем перед собой. Я по завершении эфира, конечно же, подарю вашей студии людям, которые, наверное, тоже кто-то нуждается в этой помощи, потому что знание на самом деле сил. И вот я уверен, что недостаточно, хотя это очень важно, даже недостаточно примера, но если родители не курят, да, но не могут объяснить, в чем пагубность того или иного явления, человек не чувствует основательности принимаемого решения. Конечно же, колоссальное значение имеет пример, определяющий. Но еще большее смысл, когда этот пример подтверждается разумным, правильным, четким, выверенным, имеющим колоссальную палитру примеров и подтверждений картин. Тогда мы сочетаем и опыт, и пример, и знания воедино. И тогда мы можем объяснить, в чем это действительно пагубно. А задача очень сложная. Я думаю, что не только вообще в нашей стране, но и везде мы эту трудность переживаем как самую основную. Не побоюсь так сказать. И более того, хочу подчеркнуть, что это очевидное утверждение реальности наших дней. Вот перед тем, как прийти на ваш эфир, я включил новости в стране и за рубежом. Вот там кто-то из журналистов наших в Америке говорит, что все изменилось в Америке. Если 30-40 лет назад в школах во всех занятия начинались с молитвы, то теперь в Америке этого нет. Что мы сейчас в Америке видим? Да, мы видим пропаганду, то, что мы называем просто развратом. А если эфеистически, или стараясь никого-то не обижать, говорим о сексуальных неправильностях в жизни людей, ну, на самом деле, достаточно открыть Библию, и мы увидим, что все это уже было, и все это оканчивалось плачевно. Прежде всего, для тех людей, которые извращают путь свой. Так кратко, никого не обижая, но предельно четко определяет Священное Писание суть этих заблуждений. Вот человечество извратило путь свой. А недавно, дня два назад, я иногда телевизор смотрю для того, чтобы понять, ну, что же там говорят людям, куда, так сказать, какая палитра этих знаний или информации, которая дается. И вот я, очень интересный был сюжет, наши соотечественники из России, из Украины, из Белоруссии в трудные 90-е годы были вынуждены выживать. Некоторые, получив предложение из Африки, как специалисты, ну, наше образование всегда было лучшим, если говорить честно. Другое дело, что оно сейчас трещит по швам, потому что принимаются решения, увы, не специалистами, а менеджерами. У меня вот до глубины души возмутило, вчера или позавчера я видел, значит, новостной сюжет в Алтае, по-моему. На Алтае женщина, имеющая статус и должность министра здравоохранения этого региона, закрывает своим распоряжением больницу среди населенных пунктов, общая численность жителей, где около 5000 человек, и говорит, ну, у вас же здесь нет супермаркета, потому что это нерентабельно здесь строить. И больницы нерентабельны. Это как, вот до чего мы дошли, если человек ответственный за жизнь, способен даже помыслить об отношении здоровья людей и жизни, рентабельны или нерентабельны. Ну, давайте тогда руководствоваться с этой логикой все будем мерить на деньги, продавать землю, закрывать школы и все остальное. И к чему мы придем? Мы строили на протяжении тысячелетий наше государство, которого нет и не было, и не будет равным в мире. И успешно строили. В чем же заключается суть того, о чем мы сейчас говорим? О тех проблемах, которые, конечно же, мы все вместе. И школа, и семья, и церковь, и государство должны вместе решать. Потому что только вместе их можно решить. Потому что общество — это совокупность всех сил созидательных и правоохранительных, каких угодно, и, конечно же, образовательных. Школа здесь уникальная. Мы же все помним это замечательное время, когда после родителей самым авторитетным человеком был учитель, классный руководитель. Именно так и должна строиться жизнь. И вот, возвращаясь к этому сюжету, который я видел про Африку, вот наш врач, ставший успешным, это наша школа, наше здравоохранение в Африке. И вот сын получает хорошую зарплату, более того, он занимает руководящие должности, стал даже замминистром здравоохранения в Танзании. Директор школы. И вот ее журналист спрашивает, а как у вас дети? Ну, кадр идет, движение, что дети бегают, играют, потому что дети есть дети, тем более там. И, значит, он говорит, ну все отлично спрашивает, а как они слушаются, вот если родители что-то сказали? Вот они слушаются. И в кадре видно, что человек уже наш, пожив там лет 7-8, не знаю там, я уже не помню сколько, она уже не понимает суть вопроса, какая проблема? Она говорит, а как что-то, в чем дело? Как ребенок может не слушаться своего родителя? Она несколько раз переспрашивает и говорит, ну это вообще невозможно. Вы как вопрос формулируете? Этого нет и быть не может. У нас, оказывается, это есть и может быть почему? Потому что родители потеряли силу доброго примера. Сколько у нас пьющих семей, сколько семей, которые опустились и не способны воспитать своего ребенка, ну они могут ему дать материальное обеспечение, да? А добрый пример и идеал, ведь всегда для ребенка конечный и бесконечный идеал, то есть от начала до конца, до самых лет его жизни. Кто должен быть примером, идеалом, уровнем равнения и определяющим смысл жизни? Это родители, понимаете? Почему мы дошли до такого состояния, когда утеряли вот это нравственное достояние? Как его можно измерить деньгами? Рентабельностью или рентабельностью? Если мы это потеряем, разрушится страна. Понимаете? Потому что ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин это открыли, что основа государственности — это семья. Это изначальное устроение жизни человеческих сообществ. Не случайно у нас до революции, как называли главу государства, царь-батюшка, не разделяя. То есть этот смысл духовного, государственного, ну всякого единения должен быть подтверждаем, прежде всего, в семье. А если мы спросим человека, а ради чего ты живешь? А какой у тебя смысл жизни? Ну, скорее всего, мы услышим ответ про зарплату, про социальные условия, что нам нужно то, 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 то. Но ведь ребенок, вот для нас самое счастливое время детства, да? Если это семья, правильное и хорошее. Что мы тогда видели? Мандарины только на Новый год. Но мы были счастливы. Жареная картошка, там что-то, макароны, все. Не в этом же счастье. А нас все время привычают думать, что вот так и так и так. Вот у меня, я помню прекрасно рассказы своей мамы о тех трудных периодах, когда они жили. И до войны, и войну, и до оккупации. Она рассказала о учительнице. Кстати, учительница в их селе, это пригород, хутор рядом с минеральными водами. Я сам родом со Ставрополь. Она дочка священника, которого расстреляли. Советская власть, уничтожая священство, скажем так, как класс. И коснулась и судьбы этой женщины. И рассказывала про школу, про учителей. Кстати, она мне привела любовь к литературе, которая определила и дальнейший мой путь, и образование. Для меня, сейчас непостижимо, хотя я окончил университет, университет московский, филологический факультет. Ну вот, моя мама, у нее были старший брат и старшая сестра. Они учились в школе. Она еще не ходила в школу, она выучила и знала наизусть. Не потому, что она учила там, или изубрила. Для меня это действительно непостижимо. Медного всадника. Это сложнейшая поэма. Сложнейшая, потому что там вопросы и духовные, и социальные затрагиваются вообще мировоззренческие жизни человека. Вот какая у нас была страна и какие у нас были дети. И какая у нас должна быть вообще-то была будущность. А когда у нас ситуация доведена до того, что мы, в общем-то, разобщены и не знаем определенных и очень четких, изначально должествующих присутствовать в жизни человека вещей, мы обречены совершать ошибки одни за другим. Так вот, я возвращаюсь, чтобы закончить этот сюжет, с африканской школы. Она рассказывает, у нас дети разных вероисповеден. Ну, понятно, что сейчас жизнь изменилась, но мы начинаем урок с молитвой с молитвой Бога. И никаких противоречий нет. Просто дети просто благодарят Бога. А почему же у нас этого нет? Чему это мешает? Это мешает тем силам, которые стремятся разъединить народ и упразднить это удивительное явление, которое мы называем одним словом извечным для нас, для каждого, по крайней мере, России. И это общая для нас цель, в которой мы действительно должны быть едины. Мы должны вернуться к этим нравственным основам не как сумме знаний, чтобы зазубрил человек, а чтобы мы понимали, в чем добро и в чем зло. На мой взгляд, эта книжица очень хорошо с точки зрения и науки, и нравственности, и примеров дает разумение, что же такое за культурологический феномен курения, как он появился, почему он так овладел, почему человеку так трудно избавиться от него. И это совсем не ограничивается. Более того, медицинская сторона не является главенствующим фактором этого явления. Юрий Викторович, вот вопрос к вам. Все-таки нравственную составляющую каким образом школа может культивировать в ребенке, каким способом школа может подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он думал в правильном направлении, чтобы он действовал в правильном направлении, жил правильно, жил так, чтобы не навредить себе обществу. Ну, я скажу так, у нас ведь есть тоже инструментарий, во-первых, ведь мы изучаем целый ряд достаточно интересных предметов, таких как история, общества знания, литература, география, то есть там можно ведь очень интересно преподать эти предметы и на живых примерах рассказывать о различных событиях, что, кстати говоря, многие учителя делают, то есть в этом отношении на примере именно исторических, географических, литературных образов, у нас литература в этом отношении, русская очень богатая и интересная в этом отношении и я, честно говоря, всегда считаю, что русская литература, Она считается, на мой взгляд, одна из самых сильных литератур. Поэтому в этом отношении вот этот инструментарий широко используется. Но ведь понятно, что школа не способна сделать чудо. Потому что ребенок приходит в школу и уходит обратно в семью. Поэтому, наверное, единение семьи и школы должно быть. И должно быть некое сближение. Не зря сейчас роль классного руководителя значительно вырастает. Потому что классный руководитель — это человек, который в общем связывает школу и семью. Причем воедино. И не секрет, что сейчас специально сделали дополнительные выплаты учителям, классным руководителям, чтобы стимулировать их, для того, чтобы они работали более активно с семьей. Опять же, не секрет, чисто исторический, как историк, можно сказать. Ведь, допустим, в Царской России была построена система совершенно даже по-иному. Там учителя были, допустим, учили словесности. Учителя истории. А в классе был специальный человек. Если это была женская гимназия, это была классная дама. А в мужской гимназии это был классный преподаватель. Отдельная должность, которая контролировала нравственность. Он следил за конкретными учениками. И его правила очень жестко соблюдались между прочим многие. И многие дореволюционные писатели, историки, они об этом вспоминают. Потому что контроль-то был за нравственностью высочайшей. И не секрет, что дореволюционная Россия была одним из самых нравственных государств. Такой, опять же, простой пример. Наш огромный Печорский край. Сейчас у нас есть огромное управление внутренним делом. Там работают сотни людей, они контролируют многие-многие-многие опросы. А дореволюцию у нас здесь был один-единственный полицейский урядник. И он контролировал нравственность всего огромного, как говорится, нашего края. И этого хватало, между прочим. Я помню, например, статистика, что были годы, когда не было ни одного убийства. И практически редкие случаи краж. И все, что происходило. Это тоже сравнение не в нашу пользу, от чести говоря. Потому что, если говорить честно, то дореволюции вопросом нравственного воспитания уделялось огромное внимание. И действительно, впоследствии выросло целое поколение великих мыслителей, философов, историков, ученых. Ведь практически все наши великие ученые – это люди, которые воспитывались до революции. Вот, допустим, если посмотреть на, мы говорим, против космоса, кто его организовал? Кто его? Сергей Королев в этом отношении. Человек, который получил воспитание и образование до революции. Из примеров, это будут десятки и сотни. Поэтому, говоря об этом, понимаем, что уделять вопросам воспитания и внимания нужно все больше и больше. То есть, скажем так, отделаться телефонами, гаджетами и игрушками от детей не удастся. То есть, если мы не поймем сегодня, что нужно огромное внимание уделять воспитанию ребенка и стараться воспитать из него человека и гражданина, то впоследствии получим весьма плачевный итог. А как вот заставить ребенка прочитать эту книгу? То есть, они же сейчас не хотят читать абсолютно. Вот мне осталось, что заставить, вот оно не показывает. Ну, сподвигнуть его прочитать. Никак, и не сподвигнуть сложно. Я, кстати, не так давно говорил с нашими библиотекарями. Просто был интересный вопрос. Как читают дети? Мы с ними обсуждали, стояли. Они сказали, дети читают ведь? То есть, несмотря ни на что, все равно они читают. И есть детей, читающих, количество все равно достаточно большое. Особенно активно считают, как они сказали, девочки. Мальчики читают, к сожалению, гораздо меньше. Ну, мальчиков, например, другая, у них в этом отношении. Они позже созревают и возросляют позже. Но при всем при том, дети читают. То есть, нельзя сказать, что они совсем забросили чтение. Они приходят, берут книги, и не только программные произведения. То есть, в этом отношении не все потеряно. Не все потеряно. И я глубоко убежден, что вот эта волна, наверное, увлечениями всеми гаджетами и, скажем так, всей этой электронной шелухой, она пройдет. И рано или поздно все равно дети снова будут читать книги. Пусть, может быть, не такие толстые, как нам хотелось бы. Но я думаю, что они будут это делать. Потому что эта комиксовая история, она такая настолько неполноценная. Не знаю, мне кажется, что это все-таки не история России. У нас несколько другой менталитет. И комиксами и картинками от нас не отделаться. Поэтому вот Влада Каприлл, например, что Дизельс читал Шпангера. Это показатель, между прочим. То есть, рано или поздно, все равно приходят книги. Приходят книги и начинают ее читать. Ну, может быть, журналы. Но все равно будет. До добавления к словам Ирия Викторовича, я хочу сказать. Очень важно, конечно же, чтобы мы имели такой инструментарий и методики. Но приходится встречаться, так или иначе, с людьми, которые должности есть. Но человек не может стать учителем, врачом, кем угодно, в принципе. Без этого внутреннего импульса того, что мы называем любовью к профессии. Но это призвание, лучше так. Если преподаватель, занимая какую угодно должность, не любит свой предмет, если он не изыскатель, если он не способен увлечь, а увлечь ты можешь, когда любишь географию, русский язык, литературу, физику, химию. Каждому дает Бог свои таланты. Ты никогда не сможешь передать. А уж заставить ребенка, это уж совсем нонсенс и не бывает так. У нас, слава Богу, действительно не английская школа, где недавно розыгами заставляли. И вот когда Електрич сказал про священников, преподававших закон Божий, к сожалению, проблема во всех поколениях, во все времена и во всех государствах была. Были такие люди, которые занимали свои должности, но были равнодушны, не любили. К сожалению, иногда встречаешь свидетельства и в литературе, может быть, они не всегда искренни, а были и другие, когда священник зажигал искру веры в ребенке. И есть еще такая очень глубокая история. К одним люди, дети, тянутся людям, а другим нет. Как бы они ни были хорошо одеты, или какие бы должности ни занимали, или какой бы внешний административный авторитет они ни имели. Вот нужно соединить знания с любовью, с душой. Когда дети, конечно же, будут воспринимать эту духовную пищу, когда они будут вместе с нами, они будут расти, они будут эти семена и добра, и нравственности, и веры возвращать в своих душах, и мы будем спокойны за нашу будущность. Вот очень важно, кому мы передадим? Страну, в конце концов, школы, в конце концов, наших других поколений детей. Понимаете? Невозможно человеку, не стяжавшему это сокровище, добра, благости, знаний, в конце концов, быть передаточным звеном. А мы, в конце концов, в этом потоке истории жизни, да, мы должны своей волной передать и приумножить это добро. И школа, конечно, является самым главным, ну, вместе с семьей, естественно, вот эта вот универсальная Думавират. Ну, а по сути дела, здесь я не исключаю церковь абсолютно, потому что если родители, люди верующие, рано или поздно, вернее, с самого начала, ну, кто говорит слово о Боге ребенку? Ну, маму, конечно же, понимаете? Потом наступают времена, он приобщается к молитве. Это не значит, что его нужно заставлять. Он видит. Я вот сколько раз встречал людей, которые помнят, что мама его, он спит, да, просыпается, а видит, что мама молится, на коленях стоит. Или уж не говоря про там военные годы, когда кто мог помочь? Ну, кто? Ни партия, ни командир, наоборот, страна отправляла на передовую, надо было ее защищать. Сколько таких примеров? И сколько этих случаев я слышал не просто там от очевидцев, заслуживающих доверия, а тех людей, которые сами в труднейших условиях обрели веру. Вот когда и здесь не случайно, конечно же, семья издревле именуется чем? Малой церкви. Почему? В ней, в семье, человек получает первые семена веры, познание о Боге. Он начинает любить ближних, чтобы усовершившись в этом даровании смог любить всех, чтобы мог творить и приумножать добро, чтобы эта малая церковь разрослась для него в великую общность духовного единения и близости людей. За этим стоит страна, и народ, и судьба, и история. Будем надеяться, что книга все-таки будет прочитана тем, кому она адресована, что она будет прочитана, что она будет понята. И я напомню, что в нашей студии были епископ Наринмарской мизинской епархии Иаков и директор школы номер один имени Петра Спирихина Юрий Викторович Канев. И мы с вами прощаемся. До встречи на телеканале «Север». Редактор субтитров А.Семкин